Не только люди могут попасть в беду, но кто поможет диким животным, когда они окажутся в опасности? Центр реабилитации тигр занимается спасением птиц, диких кошек, медведей, а затем выпускает обратно в природу. Свою работу центр начал с крупных хищников. Начали работать с тиграми. Тигряты все роды попадали сюда, с ними проводился кодекс реабилитации. Они готовились к самостоятельной жизни в природе, им прививались навыки охоты. Все дело для того, чтобы тигрята сохраняли страх перед человеком, тигрята выпускались в природу. С 2011 года, с сегодняшнего дня, выпущено 11 тигрят. В данный момент в центре есть три направления. Крупные хищники, птицы и медвежата-сироты. Сейчас на реабилитации находится самка рыси. На ее лапах застыл битум. Животное со странной походкой заметили местные жители. Там поступила информация, что якобы рысь идет по дороге. То есть утром мы выехали на место с охотно-надзором и нашли эту рысь. Поймали ее, отловили и ее очистили, скажем так, от этого битума. И сейчас она нормальный пиво ест, с аппетитом у нее все в порядке. Поэтому я думаю, что в ближайшее время она вернется на волю. Здесь же готовятся ко взрослой жизни птенец японского журавля. Их во всем мире осталось менее двух тысяч особей. Краснокнижная птица осталась без родителей. В центре она растет и учится охоте, чтобы в будущем чувствовать себя уверенно в дикой природе. Их кормит только один человек, и поэтому они не привыкают ко всем остальным. И в том числе их кормят тем кормом, который они в принципе могли получать в дикой природе. Они к этому привыкают. И в том числе еще один важный момент. Их учат правильно ловить рыбу, то есть выпуская в том числе живую рыбу в бассейн, то есть чтобы они могли ее ловить. И находить, например, зернышки по земле, потому что жужевли питаются в том числе травянистым кормом. Специалисты Центра реабилитации сводят к минимуму контакты животных с людьми. Их цель – не дать пернатым и хищникам привыкнуть к человеку. Звери, прошедшие реабилитацию, не теряют навыков выживания в дикой природе и успешно возвращаются в среду своего обитания. Дмитрий Беломеснов, Владислав Шлыков, Игорь Болтов. Новости на Восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова